МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я прочитала очень много статей, интервью с вами, хотя мне пришлось немножко порыться в интернете. И я нашла ваше высказывание. Мне потом сказали по секрету, что оно ваше любимое. Надо все делать достойно и с уважением к людям. Действительно, это так, и вы работаете по этому принципу, и этому есть многочисленные доказательства. Именно поэтому, по мнению нашей редакции, по мнению людей, с которыми мы проводим опросы, с которыми мы работаем ежедневно, которые не могут видеть вашу деятельность изнутри в Думе, присутствовать на каждом заседании. Но мы, как журналисты, стараемся это рассказать. В январе 2016 года, благодаря вам, Хасынский район занял первое место, взял первый приз в конкурсе благоустройства 2015. Вы сам не раз становились лучшим социальным партнером. И наш разговор сегодня будет охватывать все эти темы. Обязательно задам каждый вопрос, потому что есть вопросы, которые не только наши, но и которые в ходе опроса задавали нам люди на улицах. Но по традиции, так как декабрь, и мы у всех приглашенных гостей, спрашиваем, конечно же, и просим подвести итоги года. Каков был уходящий 2016 год для Хасынского и Ольского районов? Ну, прежде всего, год любой должен быть успешным. Настрой должен быть только на позитив. И ряд тех задач, целей, которые были поставлены в 2016 году, это, я так понимаю, вы касаетесь депутатской деятельности, те цели, задачи, которые были поставлены, неуспешно выполнены. То есть идет благоустройство, идет нормальное социальное партнерство, то есть с Хасынским городским округом, с Ольским городским округом, преображаются, то есть непосредственно населенные пункты, помогают помощь садики, школы, то есть другие учреждения. Идет уважительная, порядочная, хорошая работа с людьми. На палатке построенный храм, сделано большое благоустройство, то есть сейчас на Оле заканчивается строительство храма, запускать будем в 2017 году. В год кино, что нам декорировали, говорили, то есть подарил Хасынскому району, будем говорить, кинотеатр 3D запустили, потому что по федеральной программе, к сожалению, мы не получили ни единого кинотеатра. Единственный кинотеатр в области, который был, появился в Хасынском городском округе. На следующий год, если не будет по федеральной программе, будет по депутатской программе, то есть где будет все сделано с уважением к людям. Раз вы заговорили сразу о храме, я так понимаю, на Оле уже осветили купола и кресты, открытие состоится, вы сказали, в 2017 году. Хотелось немножко об этапах строительства, потому что, зная, что на палатке для росписи храма вы приглашали лучших мастеров иконописцев, на Оле была такая же ситуация? Ну, прежде всего, храма два совершенно разных, то есть на палатке был проект каменного храма, и этот храм я сделал. На Оле был проект храма Избруса, ну, тоже добротный, достойный, нормальный. В отношении росписи, там, соответственно, деревянные, точнее, каменные храмы расписываются, и ведется роспись, роспись вели специалисты из Палиха. Деревянный храм, это Избруса, будет большой, красивый, достойный храм, где будет иконостас, будут киоты, иконы, немножко другая тема оформления, но будет сделано все достойно и на самом высоком уровне. Будет сделано, будем говорить, то есть небольшая такая прихрамовая площадь, будет сделан красивый сквер Победы, то есть все там преобразится. Все будет делаться на очень высоком и достойном уровне. То есть дважды тратить деньги не будем, поскольку это идут личные средства, это мой избирательный округ, и я в состоянии сделать таким образом, чтобы люди видели, что за них депутат беспокоится, есть последовательное выполнение всех моих обещаний, тех, которых я давал всем избирателям. Я не люблю смотреть, чтобы зашел, и кто-то с ЧК сказал, что пообещал и соврал. У меня этого нет. Если я сказал слово «да», слово будет сделано. И так и все делается. А с какими вопросами чаще всего обращаются избиратели? Наверняка их много, но вот какие-то основные... Так вот, с какими чаще всего обращаются, обращений всегда много, они разноплановые, и отдать приоритет тем или иным нельзя. То есть люди обычно обращаются с теми просьбами, обращениями, то есть заявлениями, те, которые беспокоят жизнь каждого человека. Касается детей, семей, благоустройства, каких-то бытовых иных вопросов, то есть обучения детей, лечения, будем говорить, вопросов масса. То есть им приоритет нельзя отдать, поскольку это человеческая боль, человеческая, будем говорить, потребность в решении тех или иных вопросов. И какой вопрос более важный или более частый, такого не бывает. Есть рабочие встречи, рабочие моменты, и приходится эти вопросы решать. Одной из главных тем этого года стал дальневосточный гектар. На нем говорил губернатор, вчера состоялась пресс-конференция тоже. Вы единственный человек в стране, депутат, который решил поддерживать каждого, кто возьмет гектар, давая подъемные 30 тысяч рублей. Программа, я так понимаю, сначала должна была быть до октября, продлили до конца года. Дальше будет продлена? Какие планы, какие результаты? Идут ли люди? Прежде всего, люди идут. Многие люди, поскольку это совершенно новая тема, многие люди сначала не понимали. Но в то же время, скажем так, за всех отвечать не хочу. А в целом, будем говорить, то, что касается моего избирательного округа. У нас, понимаете, у нас по депутатской этике каждый депутат работает в своем районе. Если лезть в другой район, это уже неприлично, некрасиво, нехорошо. То есть каждый депутат праве определить свой круг деятельности, который он считает рациональным и полезным для своих избирателей. Когда пошла тема по дальневосточному гектару, то есть это тема, которая пошла, будем, непосредственно от нашего полпреда Юрия Петровича Трутнева, то есть я действительно посмотрел, мне тоже будет быть ряд вот этих вопросов очень близки, поскольку люди, те, которые хотят здесь жить, трудиться, работать, развивать свое хозяйство, заниматься иными видами деятельности, которые не противоречат федеральному законодательству, то есть надо людям в этом помочь. Были обычные рабочие встречи с избирателями, где люди говорили, дальневосточный гектар, это хорошо, но хорошо помочь бы на шансовый инструмент. Что только, скажем так, на первоначальный период времени, я задал вопрос, сколько, 30, 40, 50 тысяч, говорю, давайте определимся реально без нагляжа, скажем так, всякого. Определились в сумме 30 тысяч рублей, то есть решили, постановили, то есть сейчас заключаем соглашение, то есть глава администрации, житель Хосинского или Вольского городских округов, и я как депутат, то есть как частное лицо, я за счет своих средств, то есть финансирую все это дело, и соответственно люди идут, уже те, которые документы оформлены вот в Хосинском городском округе, получают люди средства. На следующей неделе, надеемся, то есть будем выдавать средства уже в Вольском городском округе. Сколько обращений будет, сколько людей и получат свои средства. Ну как-то смотрите, на что берут в основном? Это развитие сельского хозяйства или это какой-то туризм? Вы знаете, я вопрос этот задавал многим. Некоторые хотят развивать свои, будем говорить, подсобные подворья, некоторые хотят, будем говорить, нам заниматься, будем говорить, скажем, некоторым сельским хозяйством, выращивать там овощи, некоторые коттеджные поселки собираются строить, то есть да, групповые заявки есть. У людей, по крайней мере, возникают хорошие мысли. И самое главное, то есть человек бесплатно получает гектар, то есть пять лет пользуется, потом, будем говорить, идут соответствующие процедуры, где он уже понимает, что это его земля, здесь надо жить, трудиться, работать. То есть самое главное, было бы человеку чем распорядиться, а человек распорядиться всегда разумно и грамотно. Именно берут те люди, которые, я считаю, что в дальнейшем будут трудиться на нашей магаданской земле, здесь жить, работать и строить свое настоящее будущее. Но гектара достаточно или надо больше? Если активно пойдет этот процесс, то есть территория должна быть самодостаточной, как в вопросах будем говорить непосредственно, то есть сельского хозяйства, продовольственной безопасности, то есть вы вспомните, когда в светское время, здесь сколько у нас было совхозов, колхозов, то есть из самых разнообразных направлений. Затем, когда годы были перестройки, многое, что было потеряно, небезвозмездно, я считаю, многие хозяйства начинают восстанавливаться, потенциал в этом есть, и этот потенциал развивать надо. У нас есть некоторые стоп-факторы пока, но я в дальнейшем, я думаю, они будут работать уже на территорию. Стоп-фактор у нас в области только один, это энергетика. Это то, что дорогие тарифы на электроэнергию, об этом я всегда говорил, говорю и буду говорить. Какое решение проблемы, что касается энерготарифов? Это очень живая тема сейчас, очень сложная. Живая тема, я за эту живую тему неоднократно говорил, то есть мою точку зрения знают абсолютно все. Я считаю, что тариф необоснованный, он надуманный и не соответствует тем экономическим реалиям, которые есть в настоящий период времени. У нас в области существуют три энергосистемы, то есть три БОСа, то есть те, которые, будем говорить, вырабатывают электроэнергию, то есть генерируют, передают и продают. Из трех систем сделать одну, не слишком ли много их на одну Магаданскую область. И реально, то есть будет все. Везде есть директора, везде есть албанские заработные платы, везде есть расходы, все остальное. То есть это экономика. Экономикой надо заниматься. С какими результатами мы закрываем год по золотодобыче? С высокими и достойными. Озвучить, да? Секрет. Или можно? Вы это кто? Область или... Можно и лично. Все цифры до конца года еще не сведу, но, по крайней мере, то есть в 2016 году это самый высокий показатель за последние 10 лет. Свою хорошую лепту унесла хорошо, то есть открытая золотодобыча, то есть сейчас начнут работать, будем говорить, еще рудные предприятия. Ну, самую весомую лепту это вносит полиметалл. Это лидер номер один в области. Но чтобы стать... Лидер номер два Сусуман, лидер номер три это концерн Арбат. Что касается туризма, да? Вот сейчас мы много говорим о том, что Магадан, Колыма в целом должна стать просто туристическим центром. Что для этого нужно сделать? Кроме того, что мы развиваем и брендируем город, что касается наших районов? Куда люди, куда можно привлекать туристов? Что можно открывать какие-то направления? Знаете, будем говорить, это самое слишком громкое сказано, что там будем говорить поломчество, одно, второе, третье, но есть ряд ключевых факторов, над которыми надо работать. Прежде всего, то есть надо смотреть, мы можем нарисовать все самое красивое, самое большое, что здесь пойдут туристы. На что будут поедут туристы смотреть? На Устемчук? Или еще на какой-нибудь, будет, пункт, где такое впечатление, что только авиация улетела, кто-то где-то бомбил. То есть у нас в Магаданской области есть ключевые моменты, будем говорить, именно по привлечению туриста и как для осмотра самой территории, для охоты, для рыбалки. И в свое время, будем говорить, была у нас еще одна такая жемчужина, она, к сожалению, сейчас в запущенном состоянии, это курорт Тавая. Вот Тавая, там же можно сделать и медицинский туризм, но если на Тавуе приедьте, вы посмотрите на эти корпуса, да, сейчас, будем говорить, выделили небольшие средства, где-то губы накрасили, а ботинки грязные. Сделать нормальный, хороший курорт, желательно его отдать частные руки, то есть, или частное государственное партнерство, то есть, любые варианты. Сделать нормальный курорт, у нас будет здесь лечебный туризм. Старательский фарт, рыбалка, охота, создать надо инфраструктуру. Должны быть нормальные гостиницы, должны быть нормальные условия для людей. Чтобы человек приехал и не сказал, а время это потерял даром. По самой Тавой, я вот сколько раз говорил, и мы на эту тему с губернатором, владелем Петровичем, беседовали. У него тоже мысли хорошие на эту тему есть, я надеюсь, к какому-то знаменателю мы все-таки придем. То есть, на Тавуе надо тащить электроэнергию, то есть, линию, ставить туда, будем говорить, хорошее электроснабжение. Вот я, допустим, как я вижу Тавуе. То есть, не на дизелях работает, на дизелях, допустим, сейчас работает там все это электрическое хозяйство, стоимость одного киловатта там порядка 22 или 24 рубля. Представляете, что такое 24 рубля? Потому что все на дизелях. Будет линия, совершенно будет другая цена. Даже с этими албанскими ценами, которые нам поставили энергетики, которые не соответствуют действительности, это мы их кормим будем говорить. Кормим, поим энергетиков. Кстати, вы, я и вот все присутствующие. Неизвестно почему. Вы, как человек, не возмущаетесь, почему на 30% стала электроэнергия дороже? Мы все уже повозмущались. Все повозмущались. Вот ваши возмущения там и остались. Я говорю, счетную палату, надо все проверить. Все развитие экономики и инфраструктуры Магаданской области зависит непосредственно от энергетики. А что делать? Ну вот простые люди повозмущаются. У нас, если мы на Тауэ протащим нормальную, то есть линию ЛЭП, поставим нормальную энергетику. Потом дальше. Сделаем нормальный курорт с аквапарком, со всеми делами. Представьте, целебные воды. Там же райское вообще место. Там вообще-то уникальная вода. Уникальная вода, уникальные грязи. Я, допустим, бы протащил туда ЛЭП, взял бы, сделал нормальный, хороший курорт, шикарный курорт. Я сказал бы, допустим, Анталия, сейчас слово уже не нарицательное. Я говорил раньше, Северная Анталия, я сказал бы, Северная Жемчужина. Взял бы, там построил аэропорт, наподобие, как у нас на 13-м километре. Построил аэропорт и путевка выходного дня. До Тауэ от нас лететь будем, 22 минуты. 22 минуты на самолете вы на Тауэ. Прилетели туда, горячая водичка, аквапарк, сказка, красота, то есть ресторанчик, кафе, для детей, для всех. Это ж, вы полетели, бери, дед? Я бы полетела, я уже прям в мечтах уже там. И самое главное, чтобы была инфраструктура, чтобы вы приехали, не вот это убожество. Поселок тоже, чтобы развивался. Поселок, часть надо снести, вообще, то, что старое, то, что люди живут там нормально, это надо взять, привести в нормальное, хорошее состояние, там живут нормальные люди, там все будет нормально, достойно. Тогда у нас убрит запрос. Это традиция нашей программы, крупным планом, всем гостям задаем. Постарайтесь отвечать быстро и не задумываясь. Это не серьезные вопросы, но, знаете, как в любом несерьезном вопросе есть серьезный подтекст. Думаю, что нашим зрителям будет интересно немножко ближе с вами познакомиться. Готовы? Готовы. Любимый цвет? Красный. Парфюм? Название? Название. Арабский. Сколько чашек кофе вы пиваете за день? Максимум одну. Любимый фильм? Жительменная удача. Картофель или рис? Жареный картофель. С чем у вас ассоциируются мандарины? С детства. Идеальный отдых? Под солнце на пляже. Закат или рассвет? Рассвет. Любимая книга? Дюма. Верите ли вы в чудеса? В свои собственные силы. И что лучше, ставить цели или все-таки мечтать? Ставить цели, к ним идти и их достигать. Спасибо большое. Пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не бросай мусор из машин. Увидел? Звони. 20 11 12